оригинальные сиденья спинки высокие-высокие метра полтора наверно эти без спинки сиденья друзья всех приветствуем сегодня мы посещаем Сырловский краеведческий музей наша цель все же найти вазу подобной нашей очень найти истину именно здесь надеемся но если даже мы ее не найдем просто посетим интересный музей хочется взглянуть на самого древнего идола пойдемте с нами в этом зале происходят занятия для школьников попутно идет тут выставка знаменитые ученые-эгиптологи конца 19-20 века фрагменты чехла мумий из льняной ткани фрагмент маски мумий и все такое застекло погребальные статуэтки в витрине находятся амулеты которые помещались между бинтами при запеленании мумий вот такие вот просто так ковчег предоставлен модель саркофага саркофага фараона статуэтка жреца они потом за нами ходить не будут кисть правой руки мумий предоставлен в коробочке лежит модель саркофага фрагмент погребальной ткани скоробей бог плодородия а тут боги значит изображены богиня мести изображены мумий священных крокодилов мумия священной кошки погребальной пелене все замуровано конечно кошечка вся 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 забинтована и непонятно что там кошка но звание об этом говорит а тут представлены боги солнца о сервис богини супружеской верности материнства здесь представлены палетки для растирания красок форме рыбы гиппопотама и сосуды с цаплей изображение этих глиняных табличек на стене хотела потрогать но это оказывается просто нарисованная пенал палетка для красок вот на стене изображена значит египетская тематика как обычно рисуют храм видать такое поклонение это автомобиль железный чугунный экспонат можно работать и потрогать посидеть а вот она вверху наверно звезда здравствуй мамочка не беспокойся обо мне я уже прошел боевое крещение будем в кронштадте обязательно пошлю тебе шелк на платье это вот такая экспозиция рисунок плачущей матери читает письмо видать сына с фронта и надпись на стекле на фоне деревьев за окном голубое небо желтые листья смотрится очень впечатляет продолжение письма видать я должен вам сообщить о том то ваш сын виктор погиб смертью храбрых бою за освобождение белоруссии и вот строчки из писем военных на путях сибирь на одной земле под одним небом расселение народности урала и своими края русскими 11 16 карта предоставлено реконструкции сцены меновой торговли русского купца и мантии так русские татарские воины в одежде а здесь кольчо образцы вооружения русских и татар кольчо и шлемы все-все-все в узорах и что там нарисовано фрагменты значит охоты жизнедеятельности какой-то тут вот все в орнаменте очень красивые украшенные можно потрогать ладья и в ней как будто бы стоит ермак наверное который плывет и волны изображены ермак ладья старинные монеты такие украшения быт народов севера сами упряжка олень одежды северных одежды северных до народов такие вот сапоги меховые сумка рубаха одежды и шкуры лук стрелы что-то у них все для охоты такие украшения тапочки расшиты бисером сапоги кати сапоги очень теплые шкуршиты всевозможные украшения такие подвески женщины и зван даже можно руками потрогать очень большой юрий игорь ищущий мир туда в юг вам на это вообще туда залезть но где-то 1 метра три высотой это палки такие мощные они перекрещены когда цены скреплены между собой на них вот на эти шкуры покрыты в круговую написано нарисовано так-то руками не трогать на коп маленько нарушили а вот здесь вход даже есть сейчас мы заглянем туда вовнутрь там как интересно сделать там как будто бы огонь горит лампочка подсвечена красный котелок висит сейчас мы заглянем что тут внутри коробочки из бересты колыбелька висит черпак для рыбы я показываю выбивалка для снега выбивалка для снега ну может с него счищать даже с одежды то что внутри береста сшито швом таким крупным от дождя а может быть он сначала берестой покрывался а сверху шкурами очень длинная лодка узкая лодка с веслами мы прочитаем все эти рыбацкие ловили так снаряжение для ловли рыбы лодка весло сыр колдан морда и мешок для рыбы все вот в этой лодке лежит одежда для девушек женщин платья жилеточки накидки на голову все это разукрашено расшито вышивкой изделия значит монетки украшены медные всякие подвесочки на шею видать расписано а вот здесь книга даже не пойму что это за язык как будто арабский какой-то не это не старо славянские так а карман священная книга мусульман надо читать а потом уже комментировать обувь женская тут детские платьишки значит платье детская нагруднички игрушечки какие-то куколки кошечек деревянный тут кота фляга наверное емкость для воды кожаная горловина пробка деревянная сапожки женские расшитой вышивкой и разноцветной кожи на украшение на шею а как называется так это значит юрта заглянем вовнутрь сидит женщина у огня стоит чем что-то готовится на огне полочка там посуда подушки все внутрь половичками все стиле на так ковшик для кумыса канган там стоит это котелок такой большой кувшин турсук сосуд для кумыса ковры занавески нарты охотничьи очень длинные они несколько метров пять наверно длиной нарты такие узкие длинные нарт охотничьи дерево веревка ручная работа а здесь сумки заплечные берестяная короб из бересты как рюкзачок можно повешать а внутри юр потрогай шуршавая настоящая береста сумка такая плетеная я не думаю что это скворечник такой но он большущий вот это такой вход до скворца знаешь до вороны все рублено и такой вход большой для птички что за птичка не знаю а ну может домик такой на на стене висят лук и стрелы для лука большие длинные стрелы по сантиметров по 70 застренные наконечники а это что такое а для сбора меда здесь вот и в этот сыр да это вот такие улизе старые так юрий игорь что наши гвозди лежат кованые конечно в хорошем состоянии а вот один гвоздь есть толстенький широкенький кончик у него обломленный у нас пожалуй даже учим состоянии молочка тут подковы что ли это такие 13 пряжка до ремня 11 пуля для стрелецкой пищали кругленькие шарики камешки ключики старый ключик бывший чугуночек 1598 года похода вермака в суббирь в конце 16 века начался процесс пересетения русских по уралью на скорых берегах рек возводятся городские вот эти веркутурья это наверное часть пушки или что это это пушка такая пушка пушка да чугунг карманная пушка карманная конечно свиток указа федора иановича выделение денег на строительство верхотворье вот такой свиточек чернильница монеты чешуйки серебро 16 век и 4 грозный медаль памятная с изображением царя ивана четвертого медаль памятная с изображением царя бориса году новыми к литью чеканка приблизь можно ну вот не могу я приблизить чтобы показать конкретно да но поверьте нам на слово на каждой чешуйке изображение чего-то георгий победоносец на сундук большой красивый деревянный значит кованые ручки кованые крепления такое хорошо заделана лежит шкурки зверьков соболь наверно да не да там таможенная ницинской слободы записи видеть какие-то то сколько чего добывал одежда кафтан боярина вот такое расшитое число покажем здесь икона святые николай угодник и симеон верхотворский а это риза монах шестовше святого николаевского монастыря и вот этот монастырь ударивает базе на скалерозе это библия такая большая библия 1581 год печатник иван федоров большая очень-очень толстая библия там вот такой толщиной крест так кольчуга это же витрине и шлем сами небольшие и не скоро лежит как это коромысло лошадиное с колокольчиком дуга колокольчик там сейчас дотянешься дать подальше от рукопускай ступа который наверное зерно там клей масло взбивали полки значит тут как это называется ушатые деревянные печка русская сложная бабушка макет бабушки стоит с ухватом ставит чугунок в печку да не в общем бабушка русская одета сарафан в платок с морщинками нарисовано сито на стене так различные емкости под крупы доска рубили наверно капуста на ней а вот корыто для руки так а это что такое а лучина сделана или как корыца наверное нужно что-то рубить чего ну может капуста рубить или что-то на лучина прикреплена что посвящала наверно когда ты работаешь на печи утюг стоит ступка большая металлическая там и глиняная какая-то емкость большая может там не хранить крупы или что-то брагу там брагу балалайка чайник мирный висит здесь что-то из бересты салонница бутыль пробочник все это изделие из дерева есть бересты сделаны какая красивая берестяная штучка туиса одни разрисованы туиса окрасками давно-давно отокрасили а другую на ней как-то вырезана даже ножом внутрь полотенце вышитое доска пряничная доска для набивки узора на ткань наверное вот эти вот для набивки на ткань с иголочкой скатерть лупость от прялки валик рубаха мужская расшитая праздничная нет узора просто красными черными пояс красивый расписной штаны на ногах лапки женский наряд наверно какой-то боярыни потому что на голове украшения все в камнях плоток красивый жилетка жакетка или как сказать вся вышитая расшитая юбка просто загляденье вся да нет со старинок тоже была такая несповедливость мужики в лаптях жены а у женщин она может еще босиком стоит там нет лаптей загогает и головками нечего показывать босая наверное здесь головную убору предоставлены женские может даже это и мужские такие повойники бархат шелк позумин жемчуг бисер и браслеты а это что девичьи повязки серьги все серьги такие тяжелые медные серьги серебро метис стекло конец 19 века подвески и лариц для украшения кокошник платок мраморная села Никольская владычица Клепина владелица нем домов 50 жителей по 8 ревизей мужского пола 191 женского пола 204 душ мраморная табличка такси вылет говорят в Руси не было рабства крепостных может вот так стоит на подставке мраморные 1793 год часы солнечный мрамор в другую избу мы заходим младенец бюльки деревянные это наверное горница потому что стол накрыт самовар чаша чаша медная стоит в углу конами колушки полки туеса стоят сундуки три сундука богатая семья карабанец нет карабанец тут вниз карабанец так вот чугунки это сундуки это меньше сундучок под ним больше еще больше прялка деревянная нам ее не достать и ткацкий станок мы его тоже можем аккуратно потрогать не у бабушки такое там еще большой там тоже самое ну может быть там раскачивается а раскачивается вот эта штука вот 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 щетки да и сама она высокая да нет она не высокая вот до сюда у у как в избе побывал как будто она же прям закачалась и все кстати она никак не разукрашена просто деревянная никаких украшений там выжигания камнями вверху так хомут какой-то лошади да для лошади а вот повыше висит хомут наверное лошади ну да кожаный он да он сверху кожаный там дверяшка украшение что отверстие это для чего вот эти тут и они были с которыми потом оглобили цеплялись ага понятно дерево большущие плуг это наверное вот треугольник такой большой на нем какие мощные железные а вот это вот я не знаю как вилка большая деревянное колесо сахар может быть подворье земельческие орудия труда и хозяйственная утварь маленькие маленькие сами тоже ты вот присядь маленечко отмешать детские богатые дома ребенка садить и катить ну никакая бояра не с нами не знаю кого катать бани катка деревянная нет скраничка это под брагу а под брагу ну вот внизу краник сделан да чесалка какая-то может быть это овец вычесывать может ложечка да потом большая круглая как шляпница сказала бы современная но у нее с крышкой и деревянная чугунная ручка такая очень красиво сделана ну посмотрите красиво да как такой и там принцип такой же стоит только пониже роста надписи есть что нету сундук плетеный стоит поход кормы висит старая расписная вот ее кресло дорожное исходное литое какого-то чугуняка дорожное подразумевается что легкое маленькое витрин подсвечник очень мощный медный или бронзо желтая да книги старые книги из личной библиотеки пятищик предметы школьного быта арифметика учебное пособие по геометрии 1762 год рукописи рукописные большого кулака на нем даже написано название 1752 год кулака да на нем даже вот написано вверху бронза бронза Екатеринбургский завод возможно где-нибудь часовой такой же лежит да с магнитом такой не достать витрина кувшины медные большие образцы медной посуды уральских заводов 18-19 век названий к сожалению нету вот похоже на нашу чашу но не нашу чайники кувшины блюда старелок ребята вот цель нашего посещения музея основная цель мы надеялись здесь увидеть свою вазу к сожалению тут она не наблюдается вот что-то похожее есть с орнаментом с таким же но это более низко и без ножек да ножки точно такие же сухницы клеем вот так очень большой якорь прочтем что это просто якорь чугун литье корабель банка старательская для хранения золота что себе банка то как бетон трехлитровый разновесы для взвешивания золота это самородов золота как-то тебе лежит 1842 год а муляж 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 то что использовалась на войне пушки сабли пистолеты ружье такой наконечник за картину такая интересная получил гербом такие две кисточки как пороховницы или как вот насмотрели и тут я не знаю такая грамота прям бумага сама грамота как картина какая боже поспешествующая мать ну мы Екатерина вторая императрица социалистическая московская киевская универская а тут обложка да вот эти грамоты вышитые все бисером орел зублавы корона на голове или чугунный стул красиво исполненный круглый весь там в завитушках ножки а это наверное бюро называется бюро правильно я угадала вот так красивая а ещё стул полинка другой уже на таком бы посидеть не надо было вредить красками по золотам лак зереные сахарница сливочник серебро на ножках, на наших. У вас явно не сахарница, конечно. Ароматница вот эта. Очень большое бюро, зеркало, часы, пуфик старинные, зеркала, порт-принятые. Харитонов, купец, городская голова в Екатеринбурге, 1826 год. Посуда, образцы монастырского рукоделия художественной роспись, яйцо, пасхальная, чайная пара, царелки в монастырях. Венцы брачные, литьё, чеканка, замуж выходишь, женишься, как оденут на голову. Нитра головного тоже. Складни, доска, складно-медные иконы, 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 складень. А вот это что такое двенадцатая? Кувши черта, тут сундучки, кресты. Это что, Библия? Старообрядческие книги. Миния месячная. Служебник. Рукопись датирована. Праздники певческие на крюках. Составлено в Нижнепридском заводе 1820 року. Нет? Вот она в тебя упирается прям. Деревянные колеса. Колеса деревянные? Заряды внизу. На земле. В главном ведре почему-то отверстия сделаны. Колеса деревянные? Важной частью духовной жизни древних народов Урала был культ коня. И вот находочки изображения коня, я сказала бы, литое, как чугунина или железо. Маленькие изображения сантиметра по полтора, по два коняшек. Тут изображение птиц, находки. Бугин современного шамана. Хурсталь. Камни, который использовал шаман своих обрядов. Осколки от разных длинных посуды. Они не просто осколочки, они все в узорах. Раскрашенные. И керамика. И керамика, да. Большой Шибирский идол. Лиственница. Мезолит. 11 тысяч лет. Возраст культуры определен в 2014 году методом ускорительной массы спектрометрии. Так. Вот такое видео. На край похож. Тело. Просто плоское тело. Без рук, без ног. Полоска. Большой Шибирский идол найден 24 мая, 5 февраля по новому стилю. В 1890 году на втором Куринском прииске Шибирского торфяника в торфе на глубине 4 метра. Фигура высотой 5,3 метра с объемной головой, туловищем в виде доски и объемным основанием затесанным на конус. Позднее нижняя половина тулового идола длиной 195 сантиметров по неизвестной причине была утрачена. Сейчас высота идола составляет 3,4 метра. Об утерянной части идола мы можем судить по рисунку Талмачева. В 1997 году радиоуглеродным анализом был определен возраст скульптуры 9800 или 9500 лет. На идоле такие полоски ромбовидные. Рук, ног нет. На голове, на все глаза, нос, рот. Все, пойдем? Понятнее было. Ну, просто доска. Даже не бревного доска. Плоская. Высотой, наверное, 2,5 метра Юрия Евгеньевича. Нет, даже выше он будет. 2,5 метра Юрия Евгеньевича. Вот, ребята, 11 тысяч лет назад я считаю своей самой длинной скульптурой, найденной на земле. В общем, из дерева. Вот. Такие вещи у нас в Екатерине были. Ловится. Изображение нашего идола, оно на плакате. Чтобы всем было понятно, что же там изображено на дереве. Первоначально идол был с руками и с ногами. Наш Уральский Геракл. И лицо вот его. Такое вот. Когда его извлекли, он начал разрушаться. Да, и руки-ноги потерялись. Вот, закончили мы наш обзорчик музейный. Отчасти он нам получился неудачный, то есть мы цели свои не достигли, мы не нашли. Нашу вазу здесь, среди экспонатов. Но, в целом, конечно, нам очень понравилось. Интересно, все удивительно. История всегда завораживает, заманивает. Ну, надеюсь, вам тоже обзор понравился. Дай вам Бог здоровья. Подписывайтесь, комментируйте. Оставайтесь с нами. Мы все равно ее найдем. До свидания. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 К힘 Pro Industry Чего из них дела? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нигде руки помыть. А, чтобы не заразно было? Ветер, улица Вайнера. И мы прогуливаемся. Тройка. Последняя тройка. Ну-ка я. Я надоблю. Вот, четверка за звание. КОНЕЦ